Итак, давайте мы сейчас отработаем часть этой техники, которая касается нижней конечности и тазового региона. Мы начинаем снизу, то есть мы начинаем со стопы и постепенно поднимаемся к коленному суставу, к тазобеданному и к крестово-подошному суставу. Итак, начинаем мы со стопы, захват вот такой вот у нас и идет артикуляция по кругу, ну это называется восьмерка, восьмерка. В одну, в другую сторону, но достаточно в одну сторону, снаружи внутрь. Сделали несколько движений, во время которых вы должны почувствовать, как функционируют хвости стопы. Если вы чувствуете, что кости стопы имеют ограничения, вы можете сделать именно на этом уровне дополнительный акцент. А если больно? А если больно, то нужно будет понять дополнительно, что здесь не так. Мы, когда вчера вас тестировали, у вас на левой ноге тяжелее было стоять или на правой? Шаг какой вперед? Левой ногой. По-моему, да, ворота. Правой? Левой ногой. Левой ногой. А, это левой, левой ногой. Ну хорошо, мы сейчас пройдем и ту, и другую посмотрим. Итак, здесь не очень приятно, да? Да. Хорошо, сделали несколько движений, взяли на заметку, обратную связь получаем. Потом я делаю движения внутренней ротации, подхватываю коленный сустав, здесь делаю вот такой захват и начинаю работать уже с коленным суставом и с тазобедренным. Посмотрите, опять вращение в одну сторону и вращение в другую. Движение идет от всего тела. Можно, конечно, делать вот так, но это неправильно. Нужно делать вот так. Смотрите, скручивается вся нижняя конечность в одну сторону и в другую. Нужно сделать несколько движений, расслабьтесь. И, опять же, мы должны почувствовать, есть ли ограничения в голеностопном суставе, в коленном суставе, в тазобедренном суставе. Закончили, перехватили, поставили ручку на живот, чтобы она вам не мешала. Если вам удобно, вы можете дальше делать стоя. Если вам кушетка низкая, вы садитесь и захватываете крестцово-подношный сустав снизу. Но сейчас мы будем работать не с крестцово-подношным суставом, а с тазобедренным. И нам нужно посмотреть, а как тазобедренный сустав работает? Какой у него объем движения? Видите? Объем движения хороший. Нет нигде ограничений. Хорошо, тогда переходим на крестцово-подношный сустав. И здесь нам нужно исключить по максимуму движение в тазобедренном суставе. Мы это делаем за счет небольшой компрессии. И с этой компрессией мы делаем артикуляцию, акцентируя движение на крестцово-подношный сустав. Внутренняя ротация, наружная ротация. И мы вчера с вами говорили о том, что нам нужно найти ту область, где движение ограничено. И в этой области дополнительно сделать артикуляцию. Ну, где движение во всех областях свободно. И вот на этом мы заканчиваем. На правой ноге, и потом переходим на левую ногу. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ООПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну, а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по Прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ООПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста. Прикладная кинезиология ООПК – все самое полезное для личностного роста.